В Екатеринбурге, в исправительной колонии номер 10 строгого режима, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова силой убеждения прекратила голодовку литовского киллера-истребителя полицейских и инкассаторов, а также грабителей-разбойника, 48-летнего Ромаса Замольскиса. И можно сказать, что не просто голодовку, а очередную голодовку. Ибо этот гражданин Литвы, читается Европы, регулярно в жесткой ультимативно шантажной форме качает права. И это при том, что в 90-е годы он в родной Литве положил при налетах несколько полицейских инкассаторов, потом в нулевые перебрался в Россию, вступил в банду Клока, в 2014 году в ходе спецоперации был задержан и за покушение на убийство, кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение оружия сел по решению суда на 16 лет. Впрочем, о кровавых похождениях Замольскиса мы в свое время очень подробно не единожды рассказывали. Сейчас он тянет свой африканский срок на РТИшной окраине Екатеринбурга в десятке. Сидит в одиночной камере, время от времени качает права, объявляя голодовки. Главное его требование – экстрадиция в Литву. Типа он хочет досидеть срок на исторической родине. Хотя есть мнение, что в Литве его преступления будут квалифицированы несколько иначе, нежели в России, то есть гораздо более мягко, и его вообще выпустят на волю. Своё стремление в Литву Замольскис начал юридически оформлять еще в прошлом году, обращаясь к Фемиде. Но 28 сентября прошлого года Чкаловский суд Екатеринбурга его просьбу о переезде в Литву отклонил из-за того, что Замольскис должен очень много денег потерпевшим. А то, что он из Литвы исполнит все их исковые требования, Замольскис никаких гарантий не дал. 14 ноября прошлого года областной суд после апелляции Замольскиса это решение Чкаловского суда оставил в силе. С тех пор Замольскис время от времени голодовал. В июле, пока мы были в отпуске, он более 10 суток голодал, даже попал в областную больницу при ИК-2. Тогда к нему в гости приходила амбудсвумен Татьяна Мерзлякова и уговорила покушать. И вот крайний всплеск голода случился у Замольскиса 14 августа. Он отказался от еды и более того, накануне отказался от продуктово-вещевой передачки от жены Светланы. И вот вчера на третий день голодовки Замольскиса в десятку с большим плодотворным визитом прибыла уполномоченная по правам человека в нашей области Татьяна Мерзлякова. Поговорила с литовским голодуном с глазу на глаз. Убедила его, что она не просто чиновник, а человек, искренне переживающий за здоровье Ромаса. И это при том, что Замольскис и письменно, и устно общается со всеми исключительно на литовском. Но Татьяна Георгиевна нашла с ним общий язык и принесла ему вегетарианской пищи. Дело в том, что Замольскис требует не только отправки в Литву, но и постного рациона. Типа он веган и не может кушать ни тефтельки, ни борщ, ни даже рыбу в тесте. Не, ну и сейчас у православных идет очень жесткий успенский пост. Тоже без мяса и рыбы, но на зоне-то, наверное, можно как-то себя заставить похавать, типа не до жиру. Ясно, что все это не более чем шантаж. Татьяна Мерзлякова принесла Замольскису манную и гречневую каши и лимонный творожник. И уговорила вегана отказаться от голодовки. Она пообещала ему решить вопрос с заменой стандартного меню на вегетарианское и помочь ему с передачей книг. А по поводу отправки в Литву посоветовала обращаться в суд в высшей инстанции. Ну, в общем, поверил киллер Амбудсвумен, а мы по этому поводу подумали. А не поторопилась ли Татьяна Георгиевна? Ну что такое, протестант даже трех суток не поголодал. А ведь в российских зонах такой свежий и питательный воздух, что зэки могут голодовать капец как подолгу. Вот, например, на Ямале. Типа режиссер и террорист, орудовавший в Крыму Олег Сенцов, уже ставит прям мировой рекорд голодования. Не кушая так же с 14 мая, то есть более трех месяцев. А ведь это, прикиньте, сегодня уже 95-е сутки голодовки. Так ведь можно вообще смысл слова голодовка подорвать, нивелировать и дискредитировать. Кстати, какого фига Сенцова называют режиссером? Автор этих строк, самый скромный из людей, за 25 лет журналистской жизни соорудил 223 фильма. И никто что-то режиссером еще ни разу не обозвал. Че такого снял Олег Сенцов? Вот помнится в Британии, которая нас учит highly likely демократии, лет 40 назад ирландские повстанцы умирали через месяц голодовки. И это были не веселые рекорды, а тут 95 суток голодом. Это что за железный дровосек? И главное, выглядит режиссер неплохо. А помните, как у нас в России за решеткой голодовала украинская наводчица-вертолетчица Надежда Савченко? У нее-то была вот прям сухая голодовка, котлеты хавала, не запивая компотом. Была на Украине народной героиней, теперь стала террористкой. И вот что напрягает. Все эти устремленцы в Ц Европу так люто качают свои права, так много на себя берут, так подолгу не жрут, и это все в наших зонах. Так вы, если хотите быть свободными, вы закон России-то не приступайте. А то, ну не афиг ли это? На нем несколько трупов полицейских, а он кашу вместо мяса требует. Ну и завершая тему Замольскиса и Татьяны Мерзляковой, скажем, что она, кроме киллера, в десятки посмотрела много чего. Но об этом мы отчитаемся в следующих передачах.